Привет-привет! Ждем пока тот, кто может подсоединиться. И у кого телевизор работает, просьба выключить. Привет, Ирина! Привет! И видео лучше выключать, а то будет звонок у нас тормозится. Тем более, если без футбола сидите. Всем привет! Привет! Это Олег! Всем привет! Это Ирина! Привет! Кто на месте? Инна на месте, да? Я чистый я, Ира, на месте. Наташа. А Наташа меня слышно, нет? Слышно. Владимир Степанович. Да, 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 здесь. Олег. Тут-то, тут-то я. Василий. Василий здесь. Вероника. Я здесь. Андрей Ломовцев, да? Ты Ломовцев или Ломовцев? Так удобно, так и называется. А ты как называется? А по-всякому. Степа тоже, да? Да. Да, еще не ухтнул. Угу. Ну правда, с телефона. Давайте какие вопросы будем разбирать. Пока я покажу экран, какими рекламными площадками я пользуюсь. Видно мой экран? Да. Пошел. Ага. Вот в Фейсбуке у меня несколько групп, но три наиболее из них раскручены. Смотрите, как я делаю. Сейчас притормаживаю чуть-чуть. Открываю свою любую группу. Захожу в главную, вот с левой стороны. Она должна быть у вас оформлена. Здесь должна быть прикреплена либо презентация, либо пост какой-нибудь. Кстати, у меня вчера я прикрепляла, что-то у меня сбилось. Да, был прикреплен пост, интересно. Вот 29 тысяч этой группе уже 4 года. Я ее в 13-м году создала. Потихонечку я добавляю туда людей. Раньше мы добавляли расширением, но вот Сергей Воронцов нам сказал, что за это стали банить. Поэтому вручную, потихонечку, потихонечку приглашаем. Вот здесь должна быть прикреплена презентация. Например, вот прикрепить, нажимаете вот сюда и прикрепить. Вот на эту скрепку жмете, она будет у вас всегда вверху. Все остальные посты, когда вы будете писать, они будут вниз уходить, а эту будут видеть все. Вот когда у вас появился новичок, возьмите у него сертификат, возьмите у него ссылку. Вот вчера Юрий Утченко, я у него взяла лендинг и сертификат его опубликовала в группе. Соответственно, на 29 тысяч человек увидели. Еще я жму поделиться. И если вы хотите поделиться на своей странице, притормаживает сильно, потому что много вкладок открыто. Я хочу много рассказать вам. Значит, делитесь верхнее, то есть будет на вашей странице. Если вы хотите поделиться в других группах, чтобы не писать пост в других группах, либо на своих публичных страницах, просто жмете сюда и выбираете здесь группу. Поделиться либо в кронике, либо в группе, либо на управляемой вами странице. И так же делитесь. Но я вчера уже делилась, сегодня уже не буду. Обязательно, вот когда вы создали группу с этой страницы, ну, лучше в робота не запускать или очень сильно не поискать. Потому что вы администратор. Если вашу страницу забанят безвозвратно, то вы потеряете группу, которую вы, например, нарабатывали несколько лет. Что для этого надо сделать? Надо сделать еще здесь несколько администраторов. Например, у вас есть еще несколько страниц. Ну, это для новичков, я говорю. Для тех, кто знает, значит, знает. Нажимаете «Участники». Вот здесь у меня 14 администраторов, но уже половина из них забанены. Как узнать, забанены или нет, видите, черным горит. Значит, страница уже заморожена. Если синеньким, значит, она еще живая. Ну, кстати, вот в эту страницу я до сих пор не могу войти. Наверное, из-за того, что у меня, ну, робот вычисляет, что фотографии одинаковые. Одну не разморозили, а вот вторую нет. Вот Ирина Маркелова тоже черная, тоже не размораживает. Ирина Агапова тоже черная, не размораживает. Как это делать? Например, найти участника. Ну, например, Ирина и Enter. Вот, нажимаете вот сюда. Тут только четыре, Ирина. Здесь будет написано «Сделать администратором», «Сделать модератором» и так далее. Нажимаете на эту шестеренку, делаете администратором. Дальше. Запускаю рекламу в «Глобусе». В «Глобусе» уже тоже много лет. Вот «Воронцову» говорят, у них уходит где-то 180 долларов. Ну, сами видите, что они с 2014 года постоянно в топе и получают денежные призы. С первого по третье место. «Рива Бизнес Автомат». Они в «Глобусе» запускают рекламу. Я тут тоже запускаю. Запускаю вот в такой рекламной площадке. «Паят» называется. Вот здесь 50 рублей у меня в день уходит. Вот «Просмотры». Вот «Просмотры», вот сколько переходов. «Запускаю дизерную рекламу». 40 рублей стоит 1000 апоказов. «Сив-басте» запускаю рекламу. «В «Пёртвернере» запускаю рекламу. Здесь у меня уже команда. Я же говорю, все сервисы надо развивать. Команда у меня тут… Сейчас покажу. Полтора года я занимаюсь. Ну «Сёрфёрнер» закачала и приглашаю. Вот. 3 225 рефералов. Которые… Даже вот на просмотрах своих… Ну вот этих баннеров приносят мне какие-то копеечки. Вот. Сюда. Вы тоже себе расширение загрузите. Вот. 3 65 сегодня от рефералов уже накапало. Ну потихонечку, потихонечку. Когда кто-то рекламу даёт, у меня рейтинг здесь то 10% со всех уровней, со всех 10 я получаю. Но тут вот только 5 уровней заполнено. И вот здесь в PRMbiz я записывала видео. У кого VIP, установите здесь в ленту. Вот. Андрей у нас VIP-статус купил на год. И здесь я в основном раскручиваю страницу ВКонтакте. Вот. Вот у меня тут 22 партнёра. И страница ВКонтакте сейчас загрузится. Третий месяц я пользуюсь рекламной площадкой. Друзей сейчас покажу. Скайп тормозит. Очень долго он не грузится. Вот. 1541 подписчик, 8622 друга. То есть если я опубликовываю пост в новостях, то мои друзья это видят. Видят. Ну и в MR Fast я сегодня заказала рекламу. На 1600 рублей на неделю без лимит. Но я сегодня снимала видео, выставляла в чат. Давайте теперь пробежимся по вашим вопросам. Экран я включаю. Какие вопросы? Кто первый? Уже я. Да, вот. Кто? Василий. Василий. Угу. Ирина, скажи, пожалуйста, как работает лендинг пейдж и как его используют? Лендинг пейдж? Да. Борис, может, ты расскажешь? Борис. Просто я немножко не догоняю, как он. Но оплатить оплатили его. А что он делает? Как он работает? Лендинг, он как ваша уникальная ссылка. Лендингом можно пользоваться так же, как и любой ссылкой. То есть даете на лендинг также рекламу и ведете туда людей. Лендинг. Лендинг можно еще прикрепить вашу ссылку. Сейчас я покажу экран. Видно? Да. Вот ваш лендинг верхний. И сюда можно еще привязать вашу уникальную ссылку. Нажимаете привязать и вот мои две уникальные ссылки. Можно удалить привязку, можно вот эту привязать. Можно создать еще одну. Если она не прикреплена к лендингу, то значит она будет как уникальная ссылка. Но в лендинге там все. Там и калькулятор, как вы сами видели. И отзывы. Все-все-все там. Кому мы помогаем. Все презентации там. Рубка на английском языке. Лендинг. И вы будете получать еще что-то там 10% от людей. Если у вас будет активен лендинг, если под память кто-то зарегистрируется, вы будете получать 10% еще под конус. Я все сразу и лендинг я использую, и уникальную ссылку я использую. Можно же их еще отслеживать в личной статистике. Кто-то не знает еще. Например, в лендинг вы выставляете в Фейсбуке, в ВКонтакте вы выставляете свою уникальную ссылку, реферальную, например, в Одноклассниках. На какой-нибудь рекламной площадке. На втором. Вот здесь вот смотрите. Красненькая. Сейчас загрузится. Ира бизнес. Ира бизнес. Видите верхняя, это реферальная. Например, она у меня так не фигурирует. Вторая зелененькая у меня, например, на буксе стоит. Там спасение у меня еще где-то стоит. И я вот отслеживаю по каким переходам. Вы будете знать. Спасибо. Еще вопросы? А что значит записать историю? Вот Елена Стрелец сказала, когда план делаешь на день, значит записать то, сделать это, а вот записать историю. Что значит? Я вам покажу. Сейчас, секундочку, загрузим. Вот смотрите. Видите, на смартфоне вот эти вот кругляшки вверху. Вы можете видеть еще с компьютера. И это истории по 12 секунд. Либо фотографии, либо видео. Это ваши друзья. Вот кто пишет истории. Вот Елена, например. Вот. И мы можем видеть историю Елены. Вот. Мы знаем, что у нее прошел дождик. И так далее. Цветочки, еще там что-то. И тем самым вот вы привлекаете внимание. Как снять историю? Ну, это со смартфона. Нажимаете история вот сюда. Вот. Да, понятно. Вот. Вот кружочек. Если просто фото, вы просто щелкаете и все. А если вам надо видео написать, то вы его просто держите 12 секунд. Потом нажимаете далее, здесь стрелочка будет. И делитесь с этими друзьями. Истории привлекают внимание и страницу ваших друзей. И видят 24 часа. То же самое в Инстаграме надо делать. Это метод приглашай, не приглашай. Они очень хорошо привлекают, ну, бьют трафик на ваших правилах. А по СМР тебе вопрос? Степа у тебя? Да. Какой? Да что-то вот посты иногда с фейков делают. И сто постов там половина получается, ну, некачественные посты. Там просто пишут ВК и все. ВК кому, что, короче, поста нет, что не проверишь. В чем причина? Может, группа закрытая? Ну, я ставлю открытая стена, открытый комментарий. Может, тебя там замораживает? Ну, это надо у Шагина спрашивать. А ты же там в чате есть в СМРовском СМРовском? Да, есть. Ну, получается, стоп от стоп, который он должен пропостить, там, ну, половина, получается, отлетает. Там вот, когда пост сделан, он же пишет ВК ком и ИД страницы, правильно? Угу. А там у меня просто ВК ком. Ну, ничего нет. Было у меня такое, но я уже давно, где-то больше месяца постингом не занимаюсь. Я уже раскрутила страницу, у меня только рефрешинг на стену себе пишет. Зато все страницы целые, ни одно не забанили. Нет, вот у меня сейчас тоже три страницы на рефреше стоят, там, картинки, видео, ну, видео мало, больше снимать. Одни и те же, получается. Лена Стрелец, ты кроме СМР-кой даешь где-нибудь рекламы? 9 регистраций откуда у тебя? Не знаю, рекламу пока не давала. А сколько страниц в СМР-ке? Ну, 10 где-то по постинку. Ага. 9 регистраций, хорошо. Хорошо. У меня сегодня было 5 страниц по посту, мы за 5 ушли. Ну, потому что, во-первых, с 28 числа где-то и по 6 конец месяца и начало месяца идет чистка во всех социальных сетях. Я каждый месяц говорю, что в эти дни, как их месячные называют, в эти дни лучше ничего не делать. Ну, такого вот постинга, активный лайкинг или добавление в друзья, вот за это больше всего замораживают. Да-да, меня до 6-го замораживают. Я вот через топ-лидер с СМР-кой делаю, я вообще там ставлю секунд 1300 до 1400. Вот это не через... Две страницы, вот я, помните, показывал, что новую Типан Души, Типан Души, но они мне показывали отлезки, я их никого не добавляю. Просто, типа, ее ротацию через топ-лидер и ставишь там на 1000, да, и пусть добавляют. Ну, вот у меня уже по 850 друзей, и до сих пор стоил его тысячи 300, где-то 1400 промежуток, одну ротацию в сутки у меня проходит. И с этой страницы я еще репрессирую просто. В смысле 20 друзей, по крайней мере, удивим 20, да? Да, 20 друзей, и все. От вратации, чтобы был, и все. Ну, это изначально надо зарегистрировать топ-лидерсы вот эти две страницы, да? Да, конечно. Степан, ну, чтобы не дать. Или у тебя есть? Да, у меня есть. Акция 6000, еще 4 дня осталось, 6000 год стоит акция. Так что потом будет 11000 СМР. А если человек, например, купит СМР, то вы упустите прибыль, если она у вас не куплена. Вот, например, Василий Мироненко еще не купил СМР, а под ним Юрий, который, может, тоже узнает, он же смотрит и мой канал смотрит. А я там про СМР тоже рассказываю. Если он купит под Василием, Василий пустит в прибыль, так что имейте это в виду. Да, 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 понятно. Владимир Пашкин, у вас там вопросы были? Да, ну, я по поводу того, как отвечать людям, иногда неадекватно, можно так сказать, как довести до оплаты человека, который уже зарегистрировал. Какие-то там, там дальше. Нэра, теперь я чего-то. Борис, расскажи ты. Борис, ты на месте? Как довести до оплаты? Как довести до оплаты? Что надо на почту отписываться. Также добавляю в социальные сети ВКонтакте. Ну, не пишу все, что я на почту пишу, а пишу ВКонтакте. «Я ваш куратор или информационный спонсор по проекту «Всем миром» и отправила вам на почту инструкцию по активации». И смс-ку у меня безлимитный тариф, ну, «Йоту» подключила, у меня безлимитный смс-ки, то есть стоит 50 рублей в месяц. И вот я всем своим зарегистрированным отписываюсь, волонтерам пишу «Здравствуйте, вы активировали свой кабинет в проекте «Всем миром». Чтобы получать финансовую помощь, вам надо самому указать финансовую помощь согласно маркетингу. И волонтеры, когда у меня там натопилось неоплаченных за последний месяц, я в конце месяца им просто на телефон пишу и на почту пишу, их выписываю. Там их не так много. До оплаты, как довести, мы никого не тащим сюда насильно. Я спрашиваю, почему вы, для чего зарегистрировались. Кто-то пишет «я просто так», кто-то пишет «так нечего делать», кто-то регистрируется для того, чтобы впарить свой проект. С неадекватами, с ними нет смысла общаться, только потеряйте время. Я обычно говорю, нам уже некому и не зачем ничего достатковать за 6 лет существования проекта. Если вам надо, отправляйтесь смотреть презентацию, обычно свой канал кидаю, изучите всю информацию. Это не за один день изучить. Надумаете. Вы хотите строить с них бизнес? Пожалуйста. Нет, значит, вы работаете на наемной работе. Никто никого насильно не держит и не кащет никуда. Все данные у нас на сайте, что проект легально где зарегистрирован. Про базу знаний хотела сказать, кто в нее вообще заглядывает, не заглядывает. Да заглядывает. Я покажу экран, особенно для новеньких. Экран видно? Да. Вот эти рекламные материалы, 50 преимуществ, их надо себе скачать, 50 картинок. Нажимаете правой кнопкой мыши «Сохранить изображение как» и по одной-две фотографии грузите себе в социальные сети. Например, загрузили в группу. Я обычно не на стену себе гружу, я гружу себе в группу. За это не банят. Как мне отписались администраторы ВКонтакте, для бизнеса открываете свою группу и развиваете свой бизнес. Поэтому я здесь делаю пост, а потом уже делаю с этой страницы. Вот здесь у меня одна основная страница от передача, которая через пиаринг. Весь раскручивается. Вторая страница, я с этой делаю репост. То есть здесь у меня одна страница, здесь у меня тоже набитая друзьями, ей уже несколько лет 3370 подписчиков, а 7000 друзей. Здесь другая. Также, ну и делаю репост. Вот видите, это вот репост. Я поделилась. Также и в одноклассниках. Здесь у меня одна страница открыта с оперы, с гугла у меня другая страница. И вот эти вот фотографии, все из базы знаний 50 штук, не надо их сразу 50 грузить в один альбом в один день. Кто их смотреть не будет. Когда у вас уже есть друзья, они по-любому это увидят в новостной ленте. Вот открываются одноклассники и вот уже ленту я вижу. Также видит каждый друг. Кстати, вот эти вот гифки себе... Хорошо. Чтобы добавить гифку... Сейчас у меня прогрузится. Здесь будет плюсик. Добавить только гифку. Вот плюсик добавлено. Все. И народ будет лайкать. Еще такие привлекательные картинки, как вот у меня шарики лайкают. Уже около полу миллиона лайков. Видите шарики? Которые движутся. Спустила два месяца назад. Перед 164 тысячи девятьсот классов. Больше полумиллиона классов. Одиннадцать тысяч репостов и комментирует восемь тысяч шестьсот комментариев. И постоянно тут что-то комментирует. Я этим пользуюсь. Я бегу, выставляю сюда фотографию. Денежки идут. Дальше. А переводы так и идут. Подробнее в статусе. И эти люди, которые здесь любят комментировать все, начинают смотреть мой статус. Беру там какую-нибудь видюху выставляю. То, что привлекает внимание. Бегу каждый день фотографию. Одну личную, но на другую видюху. И все друзья видят, что я меняю фотографии. Постоянно, постоянно идут оценки. Потом эти истории из контакта. Я сохраняю себе, но делаю с смартфона. 12 пунктов. И выставляю как видео. И вот 117 просмотров. Много смотрят. Чем больше у вас будет контента на странице, тем больше людей будут. Страница ваша должна выглядеть вот так. Если на нее нажимают. Если вы нажмете на имя и на фамилию, то вы увидите, как смотрят ваши страницы другие люди. То есть должен стоять вот такой фотостатус. Страница должна быть продающая. Если здесь какие-нибудь подарочки есть. Вот. Вот. Сказать друзьям просто. Вот. Ок. Видите. Берите, подарите мне кто-нибудь. Кто-нибудь. Родителям. Я Борису дарю дочке. Я беру подарочки. А у него на странице отображается, что ему подарили подарок. И у меня отображается, что я кому-то подарок подарила. Это тоже привлечение внимания. Дальше праздники. Проставьте здесь. Лимит 20 праздников. Мои праздники. Если какие-то праздники уже нет. Значит, вы их удаляете. И ставите новые. Потому что дают 20 праздников поставить. Вот два ведь. И сегодня там со второй. Юля, например. Вот у меня проставлен каждый праздник. Хоть и говорят, да, ты там дурочка. У тебя каждый день праздник. Ну, тем самым мы привлекаем внимание на страницу. Ваши друзья вот здесь вот в уголке видят, что Ирина Агапова отмечает какой-то праздник. Вот здесь вот с левой стороны будет видно. Вот видите, в ленте. Только Борис что-то вот уже сделал. Вот так вот в ленте и высвечивается у ваших друзей. Поэтому создайте себе альбомчик. И вот у меня, смотрите, фото. Более пяти тысяч фотографий. Но страница уже несколько лет. В личные фото не надо грузить фотографию личную. Потому что у вас фото с фото собьется. Откройте тебе лучше я и моя семья. Мои переводы. Топ-10 участников. Разные. Там юмор какой-нибудь. Там кабачки. Там погода. Просто в бочу вышли. Все-все, я туда гружу. 255 фотографий. Сертификаты беру моей команды, гружу. А что в моем холодильнике? Посыпочки из Китая. Как мы в Турции. В фон помощи детям. Там тоже как в городе. Так вот люди спрашивают. Я хочу ваш проект. Я создала альбом в предвкушении. На что люди интересуются проектом, я выставляю. И все это пентик люди видят. Вот такие альбомчики себе создайте. Ждите фотки. Отчеты загрузить в фото. Дальше. От участников. А, и вот эти вот причины. Вот здесь вот 50 картинок этих. Я вот этот альбом грузила. И обязательно с описанием. Вот раньше у нас конкурс был рабочие места участников. Надо было выставить на рабочем столе. технологии партнерского фонразинга. Я взяла все фотографии и вот эти вот сохранила себе. Вот так. Можете брать. Покузить. Еще такие вопросы у вас. Инна, Наталья. Может затруднения какие-то. Стесняйтесь говорить. Да. Можете пролапить спросить. Ага. Вот я хотел сегодня, ну короче создать видео, да. Вернее на канале короче отредактировать видео и поставить на видео ссылку. Для того, чтобы ссылку поставить, там надо регистрировать, ну то есть доказать, что ты хозяин сайта, да, владелец сайта. Для этого надо вставить фото, вставить тело сайта. Вот. Но поскольку у меня на лендинг идет ссылка, то получается в лендинг я уже не буду вставить. Правильно? Борис, а ты слушаешь? Слушаешь? Да, я слушаю. Вы не вставите. Запись делаешь? Да. Да. По ютубу так Борису? По ютубу вы хотели вставить сайт, то есть вы должны подтвердить его, что вы хозяин, да. На лендинг у вас не получится это подтвердить, так как вы не являетесь хозяином сайта. Вы можете создать блог, в блогере есть такой, на гугле есть такой сервис, блогер называется. Вы можете там создать блог и вот этот блог уже давать как ссылку на, именно на видео на ютубе, ввести туда людей. Вот как-то так. Либо покупать доменный костинг, то есть отдельный, вот как у нас сайт есть в Homework Family, подтверждать, что вы хозяин и после этого только вы сможете дать ссылку. Вот как-то так. Больше никак. Я у Ванина купил уроки по маркетингу, там и про хостинги, про все. В принципе я сейчас начинаю делать свой сайт, тоже типа посадочную страницу хочу сделать. Ну вот у Ванина там можете даже хостинг купить и хостинг и доменное имя и можно уже будет пользоваться. Ну я в принципе, я просто думал может быть каким-то образом сюда можно, может там есть место. Нет, 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 не получится очень-очень долго. Во-первых, я долго мучился, я около двух недель вот пытался эту ссылку привязать к сайту. В гугле и в ютубе все очень строго. Понятно. Хорошо, все. Спасибо за информацию. Угу. Покажу. На вопросы есть у вас и у вас. Ира, меня слышно? Да, слышно. Можно задавать, да? Да, давай. Скажи, пожалуйста, МЛМ, что мы там должны делать? В смысле? Что такое МЛМ? Что такое МЛМ? Кто знает? Кто там? Ультираб. Я не только допустим с ними не стал. Ну что? Ну, сетевой бизнес это. Но мы не относимся. У нас партнерский фандрайзинг. Мы занимаемся благотворить. Я знаю. Ну, сказали там зарегистрировал. Где? Что с МЛМ? МЛМ, что именно? Сайт, на котором... Как он называется? Я сейчас забыл. МЛМ? МЛМ лидер? Да. А, который я... МЛМ лидер. Там вы можете... У Бориса видео где-то есть, да? Нет. Видео я по-моему не писал. Я не помню. В МЛМ лидере вы можете выбрать наш проект всем миром. Там он есть в списке. И давать также там рекламу. То есть, и когда вы будете... Там не только рекламу. Там нужно действовать так же, как и во всех соцсетях. То есть, смотрите. Вы зашли на эту страницу. Дали какой-то свой пост. То есть, видео, фотографию. И с описанием, и с ссылкой. Ну вот. Сейчас я покажу. Вот. Смотрите. Сейчас покажет вам. Сейчас я врезу. И желательно, конечно, там, если вы зарегистрированы, купить статус голд. Он стоит 9 долларов на год. Он дает там 300 показов в верхнем блоке. Ну, то есть, вам подарок дает еще какие-то рекламные места. Ну, фишек полно. Пока грузится. Сейчас я пост сделаю. Вот. Теги там не пропускают. Берем, копируем. МЛМ-ленту нажмите. Когда появляется яблочко, нажимаете на него. Вот. Поднимаете анкету. Поднять анкету нажимаю. И она у меня будет вот здесь вот сбоку всегда. Ну, не всегда, а пока другие не поднимут. Ну, это вот в статусе голд это все. Угу. И вот так же будет вылезать. Вот. Активные лидеры. Вот. Я теперь на первом месте. Вот здесь выбираешь проект. Полворд пишешь. И создаешь новую публикацию. Один раз в час можно создавать. Вот. Так же вы в фото ленте лидеров можете участвовать. То есть загружать картинку так же, как на любую социальную сеть. И вы будете участвовать в фото ленте лидеров. То есть если кто-то будет заходить, они будут вас видеть. Здесь либо картинку, либо видео. Вы выбираете. Картинка грузит. Потом нажимаешь опубликовать. Вот. То есть сайт только раскручивается. То есть не так давно он организовался. Но в принципе можно им пользоваться. По карману не бьет. По карману совсем не бьет. По карману совсем не бьет. По карману была на видном месте. Да. Нажимаем. И все. И на целый час забываем. Вот. А где там фото лента, Борис? Фото лента лидеров вот рядом. Вот это справа? Нет. Верхняя? Да. Наверх поднимись. Вот. MLM лента и фото лента. Чуть ниже. Я еще сама в него не вникала. Вот. И здесь можно добавить фотографии. И соответственно если вы будете добавлять фотографии сюда вас будут видеть. То есть вы тоже будете здесь наверху. Нет. Здесь абсолютно. Абсолютно любую можно фотографию добавлять. Добавить. Либо вот фото альбом у меня загружен. Ну здесь вот самое интересное что я умудрялся загружать там по 20 по 30 фотографий. Ну у меня это получалось. Ну фотографию соответственно по бизнесу вам загружать надо. Ну вот наши баннеры скачаете. Вот у меня она загрузилась. Ну что теперь с ней делать. Все. Теперь если зайти в фото ленту лидеров. То она будет на первом месте. Надо видео по этому записать. Ну это привлечение внимания. То есть если человеку интересно будет он перейдет. И непосредственно он может перейти к вашему профилю. Ну это та же самая как в социальных сетях. То есть если вы наверху значит вы наверху. Если вы ничего не постите вас никто не видит. Ну да. Вот мой профиль. Главное. В PRMbiz обязательно прибежите все соц сети чтобы. Да. Я смотрю не все верифицированы еще. Вот даже в PRMbiz и в MLM. Вот в MLM в этом тоже верификацию не все прошли. Вот пишите веб-сайт, свой скайп, имейл. Вот ваши ссылочки которые можете поделиться ими в соц сетях. Или в группу вконтакте например в фейсбуке. Может кто-нибудь зарегистрируется. Нет. Здесь тоже надо позиционировать тоже продвигать лендинг. То есть сам сервис достаточно интересный PRMbiz. И можно сюда привлекать людей которые просто хотят заработать. Потому что на выполнении заданий на подписках на там лайках каких-то. Они могут ну тоже более-менее нормальные деньги здесь зарабатывать. Но лендинг он вконтакте не проходит. Ну лендинг можно отдельно тот же самый там какой-нибудь редирект сделать. И вконтакте он будет проходить. Кстати вот если не все соц сети привязывают, то аккаунты не верифицированы получаются. По-моему так. Вот я одноклассники не привязала и уже не верифицированы. То есть если у кого каких-то нет, вот здесь Google+, Вконтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники. Если они не привязаны, аккаунт считается не верифицированным. Ну в принципе это и не страшно. Вот не все кто пришел будут работать. Вот не верифицированный. Налиухин Дмитрий не верифицированный. Ну потому что у него не привязаны. А вот плачмер верифицированный уже. Вот основные Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook и Google+. Их надо привязать. Если у вас их в какой-то соц сети нет, обязательно создайте. Instagram, сразу скажу, Instagram вы можете создать только со смартфона. То есть у вас не получится создать аккаунт Instagram, по-моему, с компьютера. Такое не получится. Ну, либо приложение какое-то там скачало. Я с компьютера это сделал. Ну, не знаю. Значит, какая-то... Раньше вот, по крайней мере, такой возможности не было. Ну, грузить... Нет, создать, привязать можно с компьютера. Создать можно с компьютера. Как зарегистрировал, программу не посыпал. Только через грамму не посыпал. Да, по Грамблеру я видео записывал. Ирина... Видео записывала. Тоже интересная программа. Можно с компьютера делать посты непосредственно и с хэштегами, и с картинками интересными. И продвигать свой Инстаграм. Также друзей можно там... Программа есть... Не программа, а там вкладочка есть. Друзей приглашать, чтобы они на вас подписывались. За счет того, что вы... Там можно скачать эту программу. Ну да, программа абсолютно бесплатная. Регистрируется тоже через... Грамблер. Это... На Рамблере программа это или... Нет. Г... 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 Грамблер. Грамблер. Но позже, я сейчас закончим бриппинг. И поззтаки скинем в чат именно видео и название программы. Чтоб вы долго не искали. Грамблер. Г.?" Г. 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 В любом сервисе накруток, раскруток можно перепривязывать страницу. Ну, конечно, за деньги, а кто же вам разрешит сразу? Так же можно раскручиваться в калиостре. Заблокировали одну страницу, например, лучше связать другую, привязав. Про калиостру, когда что-то сказали, пульсик нажимая, я облинился, я там ротацию вообще не проходил. Я не знаю, что они там добавляют, не добавляют. Калиостре, я на ВИПе вообще не прохожу. Ну, просто плюсик нажимаешь каждый день и все. Ну, да, там ротацию я тоже не прохожу. Я только наказываю недобрословие. Сейчас. Ну, я тоже сейчас на тысячу пожму и все, там что-то понятно, что не добавляют, что не добавляют. Сейчас зайду. Видно? Да. Демонстрацию видно? Видно? Да, да. Да, туда. Вы можете через ВВК зайти, можете попозже. через ВВК заходим, здесь сейчас лента появится, и становитесь в ленту дешевле, ну, самый дешевый тариф, это 400 рублей на 6 месяцев. Но там партнерка, если вы будете раскручивать, здесь же тоже можно деньги зарабатывать. Если вы будете раскручивать, то выгоднее, конечно, на год брать 1800 рублей. То есть это не так дорого за 12 месяцев, 1800, зато у вас будет 35 процентов в первой линии. Вот доходы. То есть оно мне не только возвращается, оно мне еще и прибыль приносит. Уже там несколько уровней, 70 рублей, 20, 130, 630, 140, 630. Вот он три раза по 600 уже все, 1800 год отбился. И вот они, зачисления идут со всех уровней. Вот 20, 280, 630, 630. На Калиостро, мои личные партнеры, если у вас нет ссылки на Калиостро, пишите мне в личку. А потом уже своим рефералом давайте свою ссылку. Но если вы не купите ВИК, а ваш партнер купит ВИК, вы упустите прибыль. Посты. Раскручиваю свою страницу ВК, вот эту основную. Вот сюда. Раскручиваю группу. Посты с вашей реферальной ссылкой, с вашим сертификатом. Вы мне за это в ответ добавляете 20 друзей. Вот 3284 человека у меня. То есть это не накрученные, это реальные. Вот они действительно вступают. Ротация постов. Здесь мой пост. Они делают по посту. Я проверяю. Жмете проверить. Вот вчера. Жмете проверить. Этот сделал, этот сделал. Кто-то не сделал. Там будет написано, лимит возвращен. И значит, у человека несколько раз, если он так, например, сделал репост, а потом обратно. И его накажут и удалят аккаунт. Посталиостренно совсем недобросовестных. Поэтому надо проверять ротацию. В скайпе я ротацию не делаю. Потому что добавлять начинает память. Ротацию я делаю в группы в одногласниках. Раскручиваю группу. Ну там у меня по продукту. Не по всем мирам. По всем мирам не рекомендуют. Друзья. Группа ВК. Посты ВК. И канал Ютуб. Подписчики. И видео Ютуб. Они просматриваются. Друзья. Я в одногласниках. У меня под завязку здесь уже. Пять тысяч уже друзей. Тут уже. Они просятся-просятся. Сами уже. Бесколиостры. Вот смотрите сколько запросов. У нас очень-очень много запросов. И у меня просто некуда их уже принимать. И на этой странице тоже. У меня здесь одна страница открыта. Вот. Здесь другие друзья. Вот. У меня открыта другая страница. Вот здесь тоже пять тысяч друзей. И получается у меня два канала. Ирина Бизнес Леди. И такие же видео я гружу в Ютуб канал. Ну. свой в другой. Вот в этот. И получается я загружаю видео. И начинаю делиться этим видео в этих страницах. Одноклассники и ВКонтакте и Фейсбук. С этой страницы я начинаю делиться уже на другой странице. ВКонтакте и в Одноклассниках. Но по Фейсбуку у меня пока одна страница осталась. из страницы заморозить. Вот. И так вот нагоняем себе трафик. Обязательно под каждым видео должна быть ваша ссылка. И добавляйте еще конечные заставки. Кто не знает как это делается. Заходите в творческую студию. По-моему в методике этого нет. Потому что это новое введение. Сегодня с этим столкнулся. Как? Да. Ну в методику мы этот упущенный урок добавим. Он у нас есть где-то загружен именно на каналах. Нажимаете изменить. Я еще пришла, еще ничего не писала. Здесь надо описание написать. И нажимаете конечная заставка. Ну я иду сюда вот ближе к концу. Когда остается несколько секунд. Вот сюда. И я добавляю элемент. Можно видео или плейлист добавить. Можно подписку добавить. Можно канал. Например я Бориса продвигаю. Он мой канал продвигает. Но ссылку на веб сайт только через блогерку. Я как правило сюда следующее видео. То есть предыдущее видео. Например. Выиграла первое место в Атопию. Вот они посмотрят это видео. И им будет высвечиваться вот. Можно там вчерашнее видео посмотреть. Которое они не видели. Также вы можете добавить еще подписку на канал. И по подсказке. Подсказка тоже будет вылезать. Например подсказка. Ну я и подсказки и конечную заставку всегда оставлю. Да. Загрузить методику. Где-нибудь вот посерединке например. По подсказкам есть методики урок. По конечным заставкам. По подсказке другого канала. Вот название канала. У меня. Такой вот чат. Типа блокнота. И я вот. Здесь все свои ссылочки держу. Либо. Можно текстовый документ. Ну мне вот так вот. Вот я. Беру какую-нибудь. Тут все ссылки мои. Все-все-все. Вот на платформе. Любой желающий может привлекать. Я там. Беру копирую. Чтобы не лезть мне в кабинет. Копировать ссылку. Это неудобно. Пишу вот сюда. Канал Бориса и пишу сообщение. Интересно. Сейчас я помешаю. Еще здесь. Еще и создаем поставки. Выключите микрофон. Вот. Наташа, нажми микрофон, чтобы мы не слышали ваших звуков посторонних. У кого-нибудь вопросы есть еще? Да. А как работать… Ирина, скажи, пожалуйста, а как вы работаете с иностранцами? Через переводчик отписываемся им. В гугле? В гугле перевожу, да, онлайн-переводчик. Ну, у меня уже письмо заранее переведено, и я текст просто копирую и им отправляю. Ну вот совсем недавно… Совсем недавно я делал видео, то есть мне пришел запрос в Skype и на Gmail. Получается, иностранец не знал, как активировать кабинеты и оказать финансовую помощь. То есть пришлось зайти в базу знаний, пришлось мне зайти и создать двухминутный ролик, чтобы снять все вопросы. То есть поэтапно. Я не говорил голосом, я просто записал действие, которое он должен выполнить. Если иностранцы приходят, ну, по желанию, конечно, связываться с ними нужно, но по желанию опять же. В основном иностранцы, если приходят, они, люди активные, и они сразу вступают в бой, оплачивают свой аккаунт, то есть активируют свой аккаунт и покупают услугу «Бизнес-автомат». Но это вот в основном так иностранцы. Ну, не все, я не говорю не все 100%, ну и 100%, ну процентов 15-20 точно это делают. Это так же, как у нас, вот у меня зарегистрировалась женщина с Греции, купила «Бизнес-автомат», под ней зарегистрировался иностранец и начал приглашать своих итальянцев. То есть вы в ТОПе его видели, и у него друг за другом идёт. Саббата. Да, Саббата, Саббата. Ага. Вот, и каждый, и каждому я сейчас вот на данный момент, я захожу в личный кабинет, я вижу их вот, не транзакции, а их действия, каждый из его, ну как говоря, партнёров купил «Бизнес-автомат», я не знаю, сколько они мест купили, и вот на данный момент иностранцам я не отписываюсь, я отписываюсь русским, которые зарегистрировались под ним, чтобы там, ну как, создать какую-то ясность. То есть по «Бизнес-автомату» очень много регистраций, очень много, и «Бизнес-автомат» достаточно хорошо работает, то есть кто его там недооценивает, ну, дело хозяйское, то есть дело такое, здесь дело случая, «Бизнес-автомат» это и рабочий инструмент, то есть может стрельнуть хорошо, а может и не стрельнуть, но в любом случае люди вот тоже по статистике где-то даже кто 20% зарегистрировался, они могут оплатить не обязательно в тот же день, они могут оплатить через месяц или через полгода, некоторые через год оплачивают. Рассылочку, рассылку проект делает регулярно и все, кто зарегистрирован, они получают рассылку и по этой рассылке заходят, вспоминают и начинают оплачивать. То есть полно таких было уже случаев, когда люди заходили и приводили с собой тоже толпы людей, то есть ну друг за другом и получается как активировать зарегистрированным, то смотрите, у вас получается люди регистрируются, а некоторые регистрируются просто так. Много фейков, то есть вы можете их вообще отслеживать даже по номеру телефона, который они от балды пишут, по адресу электронной почты, которая вообще не существует на земле и в мире, то есть можно отслеживать, в принципе отписываться надо каждому, потому что у кого-то может быть свой сервер и на сервере своя почта, то есть если не Rambler, не Gmail, например, вам пришел, а Василий Мироненко, например, бывает такое, там точка ком, может такая почта быть, то есть вполне вероятно, такая почта может быть. Как довести, во-первых, компания делает рассылку, во-вторых, некоторые люди регистрируются, да, возможно, есть у них возможность, но я вот со своими партнерами со многими связывался, они некоторые не понимают, как даже вот действовать, как заплатить, то есть вот как действовать с этими системами, как активировать свой аккаунт. У некоторых возникают, ну, вопросы, что у них там, например, нет электронных кошельков. Ну, всякие действия бывают и люди вот временами переводят нам, например, на карту, а мы их оплачиваем. Ну, много, много действий и как их мотивировать, наверное, снимать каждый день видео. И у нас вот были такие участники, они, да, у них там на тот момент не было результатов, но они снимали видео вот ежедневные их действия. То есть я захожу в свой кабинет, я отписываюсь своим партнером, я, ну, он, вот они описывали все действия, которые они производят. И люди под них регистрировались, люди под ними оплачивали. То есть они видели, что в этом, в приглашении вот самим, ну, нет ничего такого сложного. И с учетом того, что мы работаем вот этим методом приглашаем, не приглашаем, я еще раз всем хочу сказать, записывайте видео. Плохо, хорошо. Я тоже когда-то там полтора или два года назад я начал записывать видео. Записывал я видео вообще на веб-камеру ноутбука своего там древнего, старого, там видео и звук был плохой, изображение плавало. Вот, но я начинал, то есть я не останавливался не на день, но через день, через два. И в любом случае, чтобы привлечь к себе на канал, чтобы привлечь внимание к себе, вы должны вот какие-то действия, не можете с камерой пока общаться, записывайте с экрана, не можете там еще что-то, ну, я не знаю, возьмите мое видео, Ирина видео, скопируйте, выставьте себе на канал. То есть для команды мы делаем вот такие поблажки, то есть если вы пока вот не готовы, вы можете выставлять наше видео. То есть вот Ирина записала, заняла первое место там в топе 10. Взяли это видео, выложили, поделились у себя в соцсетях. Свою ссылку естественно поставили. То есть... Можно просто добавлять плюсик там в плейлист себе, но тогда уже будет не ваша ссылка там, а мое видео к вам будет добавлено. Вот, и это идёт... Я решаю свои видео использовать, но пока вы в проекте. И это идёт большое-большое привлечение трафика именно YouTube-канал. И почему мы советуем при начале работы сразу начинать развивать свой YouTube-канал, оформить шапку, поставить ссылки, начинать загружать эти презентации, видео. Их можно скачать с официального сайта, с кабинета, там, с базы знаний. То есть вот такая ситуация. Если пока вы не движетесь, то есть вы можете давать рекламу. Вот на данный момент я тоже даю рекламу, Ирина даёт рекламу, там у Степана что-то где-то реклама тоже даёт, говорит, что результатов там особых достижений нет. То есть здесь, ну как... не сказать, что как звёзды сошлись. Стёпа, пока ты не будешь снимать видео, по два-три ролика не будешь выкладывать себе на социальные сети. Никто тебя не узнает. Да у меня иногда Франция позавенила, и греки, и ехать. Ну смотри, я с гречанкой как-то общался, я так и не понял, что... Она мне как-то писала тоже, видимо, через переводчик. Я с ней тоже общался, я с ней общался русским. Она как-то переводила, но как-то мы общий язык нашли, и она у меня сначала подключила бизнес-автомат. Я ей написал, вы всё неправильно сделали, инструкцию я, правда, ей на русском отправлял, ссылку с базы знаний. Там вот в каждый раздел вы заходите, в базе знаний есть ссылочка, и эту ссылочку вы можете своим активированным партнёрам отправлять. Они вот по этой ссылке они туда зайдут. Там ссылка сверху страницы, такая скрепка, увидите. Бывает, спам читает почта, когда ссылки отравляют? Нет, сразу скажу, что связываться желательно, конечно, с людьми в социальных сетях ссылки не кидать, ни в коем случае, ни при любом раскладе, не стоит кидать ссылки ни в одной социальной сети в личку. Ватсап, скайп, то есть выводите, вот чтобы довести человека, выводите его на контакт именно вот альтернативными способами, где вас точно не забанят. То есть напишите свой скайп, напишите свой ватсап, напишите свой телеграм, то есть напишите всё, что угодно, куда можно будет ссылку скинуть без проблем. По поводу бизнес-автомата, если у вас хотя бы один раз будет куплено место бизнес-автомат, вы будете 10% получать от своих рефералов, которые тоже купят бизнес-автомат. Да, Степ, давай. Это хотя бы один раз надо купить, а так вы будете упускать прибыль, а некоторые иностранцы по 10 мест покупают, сразу 40 долларов приходят. Третий месяц работает автомат. Отлично, отлично. Ещё какие вопросы? Что ещё непонятно? Хочу поделиться, вот в AdWord дал я, в Google AdWord дал рекламу я, буквально вчера включил покрытие Казахстана тоже. И вот второй день подряд казахи регистрируются. С Казахстана активно регистрируются, они даже по рекламным площадкам. У нас основная масса это Казахстан, Украина, Россия, Белоруссия. Китай надо ещё, Китай. На Китай проблематично вам будет туда пробиться, потому что у них Китай, у них правила и регламент на выпуск, то есть это на пропуск сторонних сайтов очень строгий. То есть в Китае очень строгие правила и некоторые люди, у некоторых отключены социальные сети, вплоть до Facebook, Instagram и всего. Почему у китайцев вроде их так много, а их везде так мало? То есть регламент Китайской народной республики не даёт. То есть если вы выйдете где-то напрямую в Facebook и с ними свяжетесь, какую-то группу найдёте, возможно вот так вот вы сделаете. По поводу аватарок. В скайпе смотрите, чтобы вы смотрели в камеру. Вот смотрит в камеру Владимир Степашкин не смотрит в камеру и старайтесь, чтобы задний фон у вас там нормальный был. Не ободранные обои, например, или дешёвый шкаф, мебель 90-х годов. Ну, нормальная аватарка была. И так же и в социальных сетях тоже самое. Да, можете воспользоваться. Мотивирующие видео, идите к цели, а сами там, например, в какой-нибудь... В гараже напротив разобрана запорожка. Или у вас будет там старый шкаф какой-нибудь, или, как мне писали, обои у тебя там цветастые, пёстрые, дешёвые. Хотя они были дорогие, но мне всё равно их писали. Однотонные лучше. Да, если кто владеет фотошопом, можете сфотошопить. Вот у меня фотка, я фотосессию проходила в прошлом году. Эта фотка вот самая удачная. Она у меня и стоит в контакте на аватарке. Вот Борису мы делали фотошоп. Сзади был хромоди, зелёная ткань. Мы её убирали в контакте и делали вот этот синий цвет. Все эти уроки, всё это есть у Бориса на канале. Понятно. Вероника, есть у вас какие-нибудь вопросы? Да, мы записали, Ирина, про теги канала. Я вот всё пытаюсь найти эти теги. Всё, что я находила, я всё это проставляла. Всё это было у меня проставлено. Я так и не могу понять, про какие теги канала был разговор. Сейчас у меня такое расширение. Сейчас я найду. Может ваш канал будет здесь? Я подписываю сейчас на всех. В опере его не будет. Вероника Борисова, вот. Да, кстати, выставляйте видео, не стесняйтесь. Чат выставляйте к нам. Вот вы снимаете и молча выкладываете. А так человек 10 поделились бы вашим видео. Я выкладываю. Да? Вот смотрите сейчас. Теги видео, да, вот теги канала стоят. Вот. Теги видео. У меня вот такое расширение загружено. Ага. Хорошо. Смотрите, чтобы у каждого на канале стояли ссылочки. Вот, кстати, вконтакте. А, вот на всем миром, да? Хорошо. Фейсбук можно поставить сюда, серфернер можно поставить. Ага. Ага. Ну и, конечно, сделать шапку канала, но это уже надо уметь не стандартные брать, а какие-нибудь, что-нибудь там написать, получая переводы со всего мира. Ага. Ага. Мы учимся, сами учимся, потом этот опыт вам передаём. Да, спасибо. Инна, есть вопросы? Да, есть. Мне интересно, вот на ютуб канале под видео, допустим, я должна просто проставлять ссылки на ютуб, одноклассники, и, ну, все странички вот эти. Я должна это делать? Да, Борис, покажи экран, как там, не под каждым видео ставить авто, чтобы оно ставилось. Ну, это есть методики и есть в открытом видео у меня на канале, там уроки от Брискиндер, уроки по ютубу. Скинь их в чат. Ну, чуть попозже я скину. Так, сейчас пишу грамблер скину. И уроки. Смотрите, я уже показывал сейчас экран. Экран видно, Мать? Грузится. Да, видно. Ну, в любом случае в записи увидите. Вот, смотрите, здесь подписчики прибавляются. То есть, вы должны сделать как? То есть, первоначально я почему говорю, что оформить канал, то есть шапку. Сейчас вернемся чуть-чуть попозже. Вы заходите на канал, вот, вы заходите в творческую студию, заходите на канал и делаете настройки. Вот, здесь есть такая вкладка загрузки видео. И вот здесь, вот, можете там плюсики поставить или, ну, какие-то знаки, чтоб отделять. Вот сверху я пишу информацию. Вот этот шаблон вы можете ставить первоначально. То есть, вот здесь вот в настройках вы вставляете шаблон с какой-то информацией. Здесь вот информация обо мне. Чуть выше здесь все мои социальные сети. Там же можно вставлять и на каналы YouTube. Ну, все ссылки, которые у вас есть, вы вставляете. Вот, и потом при загрузке видео вот эта информация, она у вас копируется автоматом. Здесь же вы... Нет, здесь сейчас про категорию еще расскажу. Обязательно делайте доступ по ссылке, чтобы у вас было. Чтобы видео сразу не публиковалось, потому что перед публикацией его в любом случае нужно оптимизировать. То есть, добавить теги, добавить еще что-то. Категорию можете выбрать, в принципе, вот люди и блоги. Это нормальная категория. Либо образование можете выбрать, общество можете выбрать. Оно под нашу тему подходит. Если у вас какое-то там, сейчас общество поставлю, обязательно после всех этих действий надо нажимать сохранить. Вот, сохранено. У кого не монетизирован канал, в принципе, можете монетизировать. Но у вас должно быть не менее десяти тысяч просмотров. Также здесь можно проставить рекомендованный контент. Это видео, которое будет выходить через минуту тридцать. У меня появляется, выезжает такое окно на видео. Наверное, кто смотрел мои видео, они видели. Вот здесь же вы должны обязательно значок канала поставить. То есть, фотографию какую-то свою, либо какой-то значок, чтобы он был приметный и не похожий ни на один из каналов. То есть, это тоже обязательно, это людей тоже привлекает очень. Также, вот, что вы спрашивали по связанным сайтам. Сайт надо подтверждать, то есть, проблематично это. Ну, не проблематично, быстро, но очень долго. С блогером быстрее получится. Вот, еще так, монетизация, загрузка видео. Забыл сказать еще. Вот, смотрите. Обязательно должны быть ваши теги. То есть, теги, вот мой тег, например, briskinder. Здесь же я вставляю борис маркелов. И здесь же я вставляю название нашего сайта. То есть, если люди будут набирать в интернете в любой поисковой системе Борис Маркелов, либо briskinder, либо там Маркелов. В любом случае, при выдаче будет выдавать и мой сайт, и мой канал, и все остальное. Потом, сейчас я зайду еще в вкладку сообщества. Смотрите, я уже много раз говорил, вот, чтобы настраивать антиспам фильтр. Вот, смотрите. У меня под моими видео, где попало и кто попало, фигачит спаминг. Но они все попадают в папку спам. И ни одна собака, как говорится, у меня там под видео ни одного комментариев, вот такого вы не увидите. Спамеров достаточно много. Некоторые просто регистрируют канал на YouTube, просто регистрируются там, чтобы просто паспамить под вашими видео. Что для этого нужно сделать? Вы заходите в сообщество, панель управления, настройки сообщества. И здесь вот в черный список выставляйте стоп-слова. У меня здесь и ссылка, и ставьте, и мой канал на канале, мой скайп. Иногда наши участники туда попадают. Обязательно нужно ставить http, двоеточие, два слэша, http, s, двоеточие, два слэша. Можете на соцсети какие-то стоп-слова ставить в черный список, чтобы улетали люди. Вот у меня, ну у меня вот здесь повадился еще один товарищ, там разыграйка. Вот буквально сегодня я его в черный список внес, заблокированные пользователи. Очень много спамил. И судя по его каналу, что на канале пять видео и полторы тысячи подписок, хорошо очень спамят под видео, но у кого эти фильтры не настроены, соответственно, люди переходят туда. А это не есть хорошо. А вот такие слова типа лохотрон, пирамиды, их можно исключить или пусть? Нет, пусть будут. Почему? Пускай люди пишут. Нет, по желанию, у меня, по-моему, нет ни лохотрон, ни пирамиды. Я вот не помню. Нет, взаимоподписка, просмотр, как раскрутить, как нужны. Матерные слова. А лохотрон, пирамида, если вы не умеете, то есть это не то, что не умеете, вы должны научиться работать с возражениями. То есть, если вам говорят лохотрон, вы след говорите. Обоснуйте. Почему лохотрон? Вот почему вы считаете? Я прочитал на сайте. Кто это написал? Я не знаю. Вы точно уверены, что это лохотрон? Ну, вы должны уметь работать с возражениями. Я вела такой вебинар. Видео у меня такое есть. И комиссар ввел такой... Вебинар тоже ввел пару лет назад. Вот, сейчас остановлю показ. Если у кого-то еще какие-то вопросы есть, давайте уже тоже порешаем. Может, время уже тоже дорого у нас. Борис, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько денег уходит на рекламу в месяц у вас? Ну, к примеру. У нашего семейства? На двоих? Ну... Да, потому что наше семейство тоже на двоих. Понял, я понял вас. У нас по 15 тысяч примерно на каждого. По 15 тысяч человек на каждого. Мы зарабатываем на 350 тысяч. Ага. Спасибо. А еще такой вопрос. А когда стали окупаться ваши вложения? Ну, когда? Да. Ну, у меня первоначально мои вложения начали окупаться. Я в 2012 вступил. Мои вложения начали окупаться не раньше, чем через 3-4 месяца. Я не помню тогда, сколько времени прошло, но не более 4 месяцев. То есть первое там... У меня вообще не было ни роботов, ни помощников. Меня никто не учил. И у меня компьютер появился в 2012 году. Я вообще полным нулем пришла. Я даже привет одним пальцем долго писала. И мне ноутбук, тресло за 8 тысяч, там реклама. Ну, рекламу я стала давать уже потом. Я сим-карты бегала, по 100 рублей покупала. Я же тоже не знала, что можно по 10 рублей виртуальные сим-карты брать, страницы открывать. И мама мне все говорит, вот ты упертая, тебя блокируют, ты бегаешь. И в первый месяц я получила 10 долларов. Через 6 месяцев только стали окупаться. И я все равно говорю, я пойду, потому что проект будет работать. И я знаю, что у меня все получится. И месяцем через 10 мы уже с дочкой улетели за границу. Первый раз в жизни я была за границей. Спасибо. С 6 по 12 мы улетаем в очередной отпуск. Так что нас не будет. Ну, а мы будем со смартфонов выходить. У группы еще нет смартфонов с хорошей камерой. Их сейчас можно даже тысяч за 8 купить. Покупайте, пишите истории и в WhatsApp добавляйтесь в группу, у кого еще кнопочный телефон. А куда летите? Мы летим на родину, Борисов. К маме в гости мы полетим. До Ульяновска. Хорошо вам отдохнуть. Спасибо. Давайте заканчивать запись у нас будет. Мы в чат выстоять. Можете себе скачать. Борис, будем это в открытом доступе? Пусть люди завидуют, что мы с командой работаем. Я не знаю. По желанию от участников. Если вы хотите, мы в открытом доступе выступим. Пускай смотрят, что мы работаем с командой. Также можете скачать это видео, либо поделиться этим видео. На плюсик нажмете. Вы уже знаете, как в YouTube поделиться на свой канал. Оформляете плейлист. Там работа, брифинги команды. На плюсик нажимаете. И все. Это видео скачивать уже не надо. Вы поделились с моего канала. То есть с моего канала. С Ириной канала. Либо можете скачать к себе на канал. А? Можно это показать? А то я что-то искал, а так и не нашел. Я хотел Ириной поставить плейлист и не нашел. Как это делать? Сейчас. Сейчас покажу. Хорошо. Демонстрация экрана. Я уже демонстрирую. Хорошо. Вот что. Окей. Включай. Ну, смотрите. Вот плейлисты. Не видно. Сейчас прогрузится. Вообще демонстрация выключена. Да? Интересно. Так. Демонстрация экрана. Начать. Видно? Пошпас. 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 Загружается. Смотрите. Сразу тоже еще одну фишку скажу. Узнал от супер блогеров, видеоблогеров, которые там миллиона собирают просмотров и подписок и всего. Они рекомендуют чуть ли не по каждому поводу делать свой плейлист. Вот. В плейлист добавлять видео. Вот как вы видите, вот у меня большое количество плейлистов. Вот. То, что я говорил. Уроки YouTube от Briskinder. То есть, кому интересно, можете зайти на канал. Найти вот этот. Вот. Найти этот вот именно видео уроки. То есть, там если у кого-то есть престарелые знакомые, там родители, там кто плохо с компьютером, общается, у меня есть альбом для чайников. Именно для работы в интернете. Там по соц сетям, как добавить фотографию и все остальное. Но дело сейчас не об этом. Сейчас вот смотрите. Здесь вот такое есть видео, как продвигать. То есть, потом, если уже зайдете посмотреть, посмотрите. Я его сейчас включать не буду. Остановлю. И вот здесь видно плюсик. Вот. Вы нажимаете на этот плюсик и уже в созданный плейлист, в любой, вы можете добавить это видео. То есть, не скачиваю, а просто в свой плейлист на канале добавить. Чем больше у вас контента будет полезного на канале, тем больше процентов, что люди придут. Вот видите, галочка стоит. Вот что делать, когда? У меня есть такой канал. То есть, не канал, а плейлист я создавал. Что делать, когда? Когда нет денег, когда закончилась туалетная бумага, когда, я не знаю, лень что-то делать. Вот я туда гружу. То есть, у вас тоже должны быть плейлисты. И по этой теме, и по теме мотивации, и по всему у вас должны быть плейлисты. То есть, вы пошли, например, мы нет вот так, ну как, нет каких-то правил, нету каких-то правил, что мы вам запрещаем, вы занимаетесь бизнесом в интернете, мы вам запрещаем выкладывать ролик, как вы сходили на шашлык. Создавайте плейлист, как я отдыхаю, создавайте, заливайте туда свое видео. Но единственное, мы не разрешаем кидать это в чат. То есть, люди за счет того, что, например, как я сходил на шашлык, там название, они могут вот зайти просто по этому видео, а попасть именно партнером к вам в структуру. То есть, вот это непридуманные истории. Все, грузите практически все подряд. Ну, не все подряд, а это все должно как-то у вас по полочкам разложено быть. Создали плейлист «Я люблю рыбалку», «Я люблю охоту», «Я автомеханик», «Ремонтирую машины». То есть, вот эти плейлисты создали и за счет вот этого разного контента к вам люди быстрее намного придут на канал, чем если вы будете вот все про бизнес, все про бизнес, уже пропитан весь интернет, все про бизнес. А вот мы съездили в Турцию, отдохнули, половина людей пришло вот именно с этих роликов. И они до сих пор смотрят, как мы отдыхаем. Вот. Ну, тем самым мотивируются, что хотите так же отдыхать. Нет. Ну, дело даже не в том, что вот это видео, которое я рекламирую, оно выскакивает там по всем мирам, например. То, что вы добавляете, видео, которое должно выскакивать через определенное время. Вот. И они смотрят, вроде и конечные заставки стоят там, видосы. Вот на обычном видео, на обычном видео, походе на шашлыки, походе на рыбалку, походе еще куда-то. Ну, более-менее следите, чтобы контент был нормальный, ну, достойный. Не было там, чтобы грязь лицом не упасть. Вот. На обычных видео вы можете выставлять конечные заставки. То есть проблем никаких нет. То есть заставки уже на проект. Конечные заставки, соответственно, на проект. Давайте заканчивать, ребята, полтора часа на проговорения. Пойдем на галкаш. Нет, может еще у кого какие-то вопросы остались там, какие-то. Я когда отключусь, у меня там по всем мирам хочет пообщаться парень. Хорошо. Минут пять я ему сказала, еще буду здесь. Хорошо. Я вот тут одну вещь заметил. Может быть это совпадение какое. Когда я, когда у меня ссылка оригинальная была на страницу просто, да? Угу. Вот. Вот. Был один темп регистрации. А когда я привязал эту уникальную ссылку к лендингу, регистрация не падает. Ну, смотрите, регистрация за счет чего падает. То есть вы сразу направляли людей на главную сайт. А на главный сайт, вот сверху стоит регистрация, там, регистрация и еще там, ну, две кнопки там стоит. Ну, в основном на регистрацию. И человеческая реакция. Надо зарегистрироваться. У вас человек регистрируется. Если, например, человек попадает на лендинг, у него есть информация. То есть вот чем хорош лендинг? Тем, что он рассказывает все. То есть вы, вот у вас есть заинтересованный человек и начинает вам парить мозг. Ну, буду объясняться как есть. Он вам начинает впаривать проекты. Он вам начинает говорить, что это лохотрон. Вы ему смело можете давать именно ссылку на этот лендинг, на который он будет заходить. На нем вся информация. Что, куда идет, где, как работает, сколько работает, отзывы реальные. Вот. И там есть форма регистрации. Форма регистрации там двойная. То есть сначала человек там вводит, по-моему, какие-то свои данные в электронную почту. Только после этого его перекидывают на главное. То есть если вы, то есть лендинг вы оплатили, в принципе, ничего страшного нет. Вы можете отвязать уникальную ссылку, если хотите, и давать реферальную ссылку на лендинг без проблем. То есть, например, реферальную ссылку вы видите через какой сайт или через какие сервисы к вам люди больше шли. То есть если это качественный трафик, то такое нужно делать. Но я считаю, в любом случае, если человек заинтересован вот именно в проекте, ну и вообще в заработке денег, получается лучше ему, конечно, давать лендинг, на котором все понятно, рассказано, показано. Лучше не придумаешь. То есть на сайте, на сайте вот первоначальном при регистрации он этого не узнает. Ваня, то есть фильтруется... Ну да, в основном я вот, у меня даже видео есть, и всем всегда я говорю, нужно работать немного, но эффективно. И нам нужно вот именно работать на качество. Конечно. Вот уроки по маркетингу я вот укупил у Ванина, я хочу создать посадочную страницу, ну типа одностраничника. Вот. Тоже с направлениями всякими, там уже и видео тоже, все такое. То есть это с возможностью, чтобы интегрировать в видео ссылки. Ну и через блогера попробую, конечно. Попробуйте через блогера, но в любом случае, я говорю, вот чтобы ссылку привязать, нужно подтверждать, ну, право владения. Понял, понял. Вот если будет свой сайт... Если будет свой сайт, вы зайдете в админ панель, и там будет вот именно дать разрешение вставить ссылку, поставить там определенный код, и тогда подтверждение вот проходит моментально. Понятно. Ира, я сегодня сняла видео, вернее, вчера сняла видео по работе с возражениями. Оно получилось у меня пять минут. Это хорошо, это нормально. Я его сейчас выставлю в чат, посмотрите, может быть, что не так скажете. Ладно. Хорошо. Ну все, если вопросов нету, в принципе, сегодня второе число, ну, наверное, дома там это, в Ульяновске есть интернет. Есть ли какие-то вопросы, мы в любом случае будем там на связи, там либо Ирина, либо с моего скайпа будете задавать вопросы, и можем там вечерком тоже провести какой-нибудь небольшой... Давайте уже выдвигайте все в топ. Понятно. Я смотрю, кроме нашей команды, уже можно сказать, что не работает. На вебинары ходит только наша команда. Вот, и Елена Стрелец у нас собиралась вебинар провести по мотивации скоро. Собиралась, она после 12-го говорила. Проведу обязательно. У нас много спикеров, то есть, если кто-то желает тоже провести какую-то свою встречу, какой-то свой вебинар, какую-то, ну, что-то у вас есть людям сказать, и это очень привлекает внимание на ваш канал, прямые трансляции, можем дать такую возможность и выставим, пропиарим у себя на каналах. То есть, либо будем стремиться к этому. Ну, не то, что... Не будем стремиться, мы стремимся к этому. Вот так правильно. Мне будет еще далековато. И, смотри... Нет, ну, далековато, не говорите ГОП, пока не перепрыгнете. Еще... Какая ситуация... Когда пишите видео, оно развивает вашу речь. Очень развивает. Я вот помню, Борис, не в обиду, будет сказано в прошлом году, как он э-э-э, или там сколько, два года назад, вот те прошлые видео еще говорю. И он каждый день или через день писал видео, сейчас он говорит уже без сорняков речи и нормальная литературная речь. Ну, всякое бывает, всякое бывает. Я заметил на себе тоже, вот это вот видео, которое я выкладывал, это первый раз в жизни я себя так снимал. Это финиш. Так-то вроде мужик ничего снимает. Не киногеничен. Вот. И что я сегодня еще заметил, то есть здесь вот с нашим участником общался, она мне в скайпе написала, я попробую. Ребята, не надо пробовать, надо делать. То есть мы ей предложили переустановить скайп, она сказала, я попробую. Надо просто взять и сделать. Надо взять, вот не получается еще раз, еще раз, еще, пока не получится. Делать пока не получится. По-другому никак не получится. Я тут пословицу придумал, не откладывай на завтра то, что приносит деньги. Да. Да. А у меня тоже, что сказать, у нас вот эта проблема вот. Непонятно, кто ездил, кто нету. В основном нету. Ладно, ребятки, давайте будем заканчивать уже. Время, время много. Всем пока. Всем пока. До встречи. До свидания, спасибо.